Глава двадцатая. Взяли праздничные чашки, розовые с золотом и лимонные сухари в плетенке. Замученная поездной тряской, Аля согласилась. «Вы на конференцию приехали?» — поинтересовалась коридорная. Анжелика видела, что она устала после ночной смены, что спрашивает только из вежливости, но решила поддержать разговор. «Да нет, я по личным делам. А что за конференция?» — в университете, какая-то филологическая. Из разных городов молодежь съехалась, все у нас поселились. «Гостиница-то дешевая», — пояснила коридорная, словно оправдываясь. «А я отца ищу», — ляпнула Аля неизвестно зачем. «Отца?» «Я его не видела никогда. Мама познакомилась с ним на курорте, понимаете?» «Да что ж тут не понять. Я только и знаю, что фамилию, имя и телефон. Да и то сказали, что номер не существует. «Девять девять ноль девять шесть». «А, так они изменились лет пять назад. Вместо первой девятки теперь надо двойку набирать». «Это точно?» Анжелика заволновалась. «Надо же, вовсе и не с отцом знакомиться ехала, а ляпнула просто так, и тут нате вам». «Да совершенно точно. У моей сестры телефон такой же, на девятку начинался». «Да вы не переживайте так, на вас прямо лица нет». Над столом висело зеркало, и Аля в него взглянула. «Было лицо, было. Бледное только очень. И зрачки расширились так, что глаза оказались черными». «Может, он там еще и не живет», — пробормотала она. «А вы через горсправку попробуйте узнать. Имя, фамилию знаете? Попытайтесь». «Лапутин, Ярослав», — доложила Анжелика, словно усталая коридорная и была справочным бюро. «Лапутин?» Она удивилась так, словно ей была знакома эта фамилия, словно она всю жизнь с Лапутиным на одной лестничной клетке прожила. «Не знаю, может быть, это совпадение?» «Да вот вы пойдете завтракать?» «Посмотрите». «На улице у входа в кафе». «А посмотреть Анжелика должна была на плакат. Большой, красивый, российский триколор. И на его фоне сосредоточенная физиономия мужчины. А подпись была такая. «Ярослав Лапутин. Кандидат в депутаты Верхневолжской областной думы по 17-му избирательному округу. Честность, порядочность, ответственность». «Ну, здравствуй, папочка». На завтрак в кафе подали резиновый омлет и жидкий кофе, но это не испортило настроение дочери кандидата в депутаты, невесты-миллионера. У нее была своя программа, и программа эта, в отличие от предвыборных обещаний, подлежала немедленному притворению в жизнь. Во-первых, конечно, конференция. Ныне покойная хозяйка заветного проекта была профессором филологии, преподавала в местном университете. Значит, стоит наведаться на открытие конференции, поспрашивать там, покрутиться. Наверняка можно что-то узнать о ее дочери. Во-вторых, стоит поискать папеньку. Чем черт не шутит, а вдруг он рад будет повидать родное чадо. Никогда не видел, очень соскучился. Там регламент доклада 10 минут, а у меня на все 20. Так сократи. Ага, тебе легко говорить. А я про аду коротко сказать не могу. Тема новая. Информации море. Извините, сунулась Аля к соседнему столику. Ведь вы на филологическую конференцию, да? А когда начнется? А где? Ой, спасибо. Предвыборный буклет депутата Лапутина Анжелике вручила та же добрая коридорная. Нарочно задержалась после окончания смены, чтобы дождаться, когда Аля вернется с завтрака. Тут написано, что он возглавляет строительную компанию «Обол». Это очень известная компания. Офис на проспекте Федина вы легко найдете. Анжелика и трех часов не пробыла в Верхневоловске. А какие результаты? Но не надо обольщаться. Дальше все может пойти вовсе не так легко. В большой аудитории амфитеатре было душно, много народу, гудела в висках от шума и билась в сердце короткими толчками нетерпеливая кровь. Анжелика сидела в третьем ряду, сдерживала нервную зевоту и, когда услышала слова докладчика, чуть не взвизгнула. Думаю, теперь уместно будет вспомнить о том человеке, о замечательном ученом, который так много сил приложил к подготовке конференции. Профессор кафедры русской литературы Верхневолжского университета Вера Ивановна Солодкова скоропостижно скончалась прошлым летом. Доклад по ее научной работе представит нам ее дочь Вероника Юрьевна Солодкова. Название работы Аля, конечно, прослушала. Расширенными глазами смотрела. Девушка идет меж рядами к сцене, поднимается на кафедру. Руки у нее дрожат, шуршат листы доклада. Дрожат и глаза, зеленые листья на ветру и пухлые губы. Милое, правильное лицо, а вот фигурка подкачала. Для соответствия современным канонам красоты ей бы скинуть килограммов пять-шесть, а то все семь-восемь, и раз точкам не вышло, хорошо хоть догадалась туфли на каблуках надеть. Подойду к ней, представлюсь аспиранткой из Питерского университета, заговорю о чем-нибудь. Черт, но ведь есть наверняка списки гостей конференции. Она может проверить, это будет подозрительно. Нужно было что-то придумать, подготовиться, почитать дополнительную литературу. Детективы или триллеры? В библиотеку записаться, Верхневолжскую. Во время перерыва она упала на хвост толстушки Вероники. Та наведывалась в дамскую комнату, пошепталась с академической дамой и, наконец, остановилась в курилке. Принялась щебетать с долговязым манерным парнем. Анжелика спряталась за колонну, закурила и стала прислушиваться. Эти голубки явно были однокурсниками. Я прямо не знала, куда пристроиться. А потом Митька, ты помнишь Митьку? Нашел для меня эту работу. Глянцевый журнал, Станислав. Глянцевый журнал в Верхневолжске не верил парень. Представь, мне там так нравится, и от дома недалеко, на Рахово, рядом с магазином «Водный мир». Работаю выпускающим редактором. Ты, кстати, вполне мог бы написать какую-нибудь забавную штучку. Принести, а мы напечатаем. А стихи? Да лучше не надо. Вот всегда так. Дальше Анжелика не слушала. Нужная информация уже прозвучала. Она узнала, где работает Солодкова, узнала, что туда можно легко проникнуть, поговорить с ней, понравиться, подружиться, получить приглашение в гости и доступ к талисману. Моральный аспект задуманного предприятия Анжелику не волновал. Она была прирожденной авантюристкой, истинной дочерью лейтенанта Шмидта. Азарт подстегивал нервы, адреналин горячил кровь. И человека в своей наивной противнице-сопернице она не видела. Незначительная фигура на шахматной доске, одна из цифр на сверкающей рулетке, мелкая масть в крапленой колоде. Анжелика больше не чувствовала духоты и шума. Конечно, она придет и принесет в Станислав какой-нибудь рассказик. Она много читала, лучше всех писала сочинения, и у нее хороший стиль и слог. Но это потом, это успеется. Завтра, завтра она отправится искать дорогого папочку. Глава 21. Офис строительной компании «Абол» был расположен очень неудачно. Неудачно для тех, кто собирался вести за офисом наблюдения. Вот если бы напротив располагался Макдональдс, но, увы, бестро от доброго американского дядюшки в Верхневолжске пока не появилось, а вот распивочных российские вина сколько угодно. Из одной такой забегаловки как раз открывался роскошный вид на входные двери Абола, и Анжелика устроила там наблюдательный пункт. Бисквитная блондинка за стойкой, вся пропитанная винными парами, томно наливала ей апельсиновый сок. На втором стакане начальник пожаловал в офис. Огромный черный автомобиль мягко затормозил у обочины. Из него вышел человек. И еще до того, как он повернулся лицом к Анжелике, она угадала в нем сосредоточенного дяденьку с плакату «Ярослав Лапутин. Слуга царю, отец солдатам». Анжелика допила сок и встала. Не на пять же минут навестил подчиненный ему офис господин Лапутин. Она успеет перекусить где-нибудь, пройтись по провинциальным тихим улочкам, а потом вернется, выпить еще сока или чего-нибудь покрепче. «О, Илона пришла!» «Заходи, чертовка, дай я тебя поцелую. Чего это ты такая неласковая?» «Я не Илона. Руки прочь от молодого поколения». «Не Илона, а кто?» «Илоночка, ты меня обманываешь. Обманываешь своего старенького котика. Как нехорошо. Заходи, выпьем шампанского». «Вам, по-моему, уже хватит». Ярослав Лапутин был откровенно и неприлично пьян. Анжелика видела, как его выгружали из офиса и подсаживали в машину. Она не растерялась. Схватила такси и сказала водителю фразу, которую слышала только в кино. «Езжай вон за тем джипом. Сто баксов». Ошалевший от легкой наживы таксист не отвязался от черного танка до самого дома. Получив деньги, чуть ли не ручки целовал. Анжелика вошла вслед за Лапутиным, выждала полчаса у дверей его квартиры и потом позвонила. Потому как тыкал ключами в дверь нетрезвый избранник народа, она поняла, живет он один. Ни жены, ни детей, ни прислуги. Никто не помешает. Правду сказать, она ожидала чего угодно, но не такой радушной встречи. «Илона, не шали. Пей шипучку и давай обниматься». Депутат облачен был в длинный белый халат с кистями на поясе и в восточные домашние туфли с загнутыми носами. Держал в одной руке бутылку шампанского, в другой кисть винограда и имел вид совершенно вакхический. Анжелика аккуратно изъяла у подгулявшего отца виноград и вино, а самого депутата толкнула на диван. Тут бы по законам мелодрамы ему упасть и напороться виском на угол стола, окончив свою непутевую жизнь раньше времени. Но он попал прямиком в объятия дивана и сразу же сладостно захрапел. Вздохнув, Анжелика накрыла блудного папашу валявшимся тут же пледом и пошла инспектировать квартиру. Огромные апартаменты выглядели запущенными. На столе, в солидно обставленном кабинете, нарос толстый слой пыли, разобранная постель в спальне, залита вином и еще чем-то неудобосказуемым. Но ужаснее всего выглядела кухня. В ней почти не было посуды, если не считать черепков на полу. Тару Анжелика обнаружила в посудомоечной машине. Внутро холодильника испускало ядовитые миазмы и было набито заплесневелыми остатками разнообразной еды, подгнившими фруктами, откупоренными бутылками. Она не стала пить шампанское. Она выпила коньяку, хороший глоток из пузатенькой бутылки. Таким образом, подготовившись, засучила рукава, подпоясалась полотенцем и принялась за дело. Яростное апрельское солнце. Наконец-то выпустили его серые тучи, дали выплеснуться, высеяться, перекатывалась в боках кофейника, играла хрустальными гранями масленки, била в глаза похмельному Ярославу Лапутину. Умытый, причесанный, в свежем халате сидел он за накрытым столом, как свадебный генерал, как купец замоскворецкий. Только физиономия у него была не купеческая, растерянная и удивленная. — Выгнать бы тебя по-хорошему, — жалостно сказал он Анжелике. — Так любая шишига явится, скажет, что дочь. Это все Филькина грамота, вот чего. И потыкал пальцем в разложенное по белой скатерти скудное доказательство. Фотография, да бирка клеенчатая, да листок из книжки записной. — Не Филькина, а Тятькина, — поправила Аля. — Так вы помните Варвару Борисовну Тятькину или нет? Папаша отделался многозначительным мычанием. — Я в молодости ходок был, знаешь, всех Тятькиных не упомнить. Но вот так смотрю на тебя и думаю. Будь ты прощелыга, так за ночь бы уже квартирку почистила и усвистала. А ты прибираешь, завтрак готовишь. Да и на разговор с тобой меня тянет. Я ни с кем давно не говорил. Люди дрянь, не о чем с ними говорить. И я дрянь. Только с шалавами говорю, они меня понимают. И сам я. Вернемся к нашим баранам. Прервала похмельное излияние папаша Анжелика. Признаете дочку родную? — Да хрен с тобой, признаю, — махнул рукой изнемогший депутат. — Открой холодильник, достань банку пива. — Пива в холодильнике нет, могу предложить алкозельцер. — Давай. Таблетки зашипели, весело запрыгали в стакане воды. И что тебе нужно? Денег сколько? Деньги пока есть. Жажду родственного воссоединения и нормальных отношений класса отец-дочь. — Чего-чего? — Поживу я у вас, папуль. Может, пару недель, может, больше. Домработницы нет, вижу. Готовить буду, убирать. Домработницы нет, деньги украла и сбежала. А новые не нашел, все некогда. — Да уж, дел по горло, — иронически хмыкнула Аля. — Не хами отцу! — грозно возвысил голос Ярослав и ухватился за виски. Аля ухмыльнулась про себя. — Кажется, все получилось. Он уже командует. — А можно называть вас на ты и папа? Кротко поинтересовалась Аля. Новоявленный Гумберт Гумберт прикрыл рукой воспаленные глаза. — А-а-а, называй. — Сегодня что, воскресенье? Я пойду прилягу. И добро пожаловать, как говорится. Глава 22. Ярослав Лапутин был истинным отцом своей дочери. Карьера, которую он сделал в большом провинциальном городе Верхневолжске, даже по тем хватким, цепким временам могла считаться блестящей. С 1980 года он прошел путь от заведующего стройконторой до главы, им же основанного, Союза застройщиков, хозяина крупнейшей в городе строительной фирмы «Обол» и депутата областной думы. Мало того, целое десятилетие ему просто везло. Везение катило его по жизни, как рикша богатого туриста. На следующий же день, после первого его публичного выступления в качестве кандидата в депутаты, многие местные средства массовой информации поспешили объявить о новой фигуре на областном и даже чего доброго на федеральном политическом небосклоне. Вот он, человек-дела, человек, сделавший себя сам. Лапутин был тронут такой характеристикой и продолжал неустанно подкармливать СМИ интересной информацией. То подарит мамаши, к ужасу близких, разрешившейся от бремени тройней трехкомнатную квартиру в новом доме, то стройматериалы детдому пошлет, то одинокой старушке поможет добиться коммунальных льгот. Шиковал Лапутин, поражал весь город своим размахом. Такой уж он человек был, душевный, открытый. Народному любимцу многое сходило с рук. Расселил коммуналку в центре города, дал каждому семейству отдельную квартиру. Старинный особняк отреставрировал и продал за великие деньги. На бумаге все получалось гладко. На деле же выселенные люди получили крошечные квартирки в жутком поселке Лунный, где в чистом поле ветер гуляет. Три высотные башни посреди торчат. И автобус ходит три раза в день. «Лунный не космос, оттуда не возвращаются», — гласила городская поговорка. Быть может, именно поэтому не предъявляли претензий обиженные депутатом горожане. Но сколь веревочке не виться. Чтобы подогреть народную к себе любовь, Лопутин затеял строительство 16-этажного дома на тысячу квартир. Восторженные клиенты сдали денежки, и к тому моменту, как в жизни Ярослава появилась взрослая дочь, недостроенная башня семь лет торчала посреди Волжского района, возбуждая праведный гнев горожан. Впрочем, в отрезок времени между началом аферы и появлением Анжелики много чего поместилось. Мелкие и крупное мошенничество, пара дел в прокуратуре, отъезд жены с детьми в Торонто, их Ярослав Лопутин больше никогда не видел, праведный гнев и пылкая любовь земляков, деньги, приходящие в руки, и деньги, утекающие меж пальцев, охота девки и хмель, хмель без конца. В короткие мгновения просветления Ярослав Алексеевич смутно, в силу хорошо развитой природной своей интуиции, лишь догадывался о той роли, которую отвели ему расчетливые здешние функционеры. Блюдущие собственный интерес, денные ночные чиновники, банкиры, застройщики, теневые воротилы, высасывающие Верхний Волжск, как электродоилка, за турканную полуголодную буренку. Особенно опасался он Леонида Фатеева, главу Волги Банка. Именно его голова с пышной, но, как суда через злые языки, искусственно выращенной шевелюрой, кивнула в сторону будущего депутата в нужный момент и в нужном месте. Он у нас по строительной части. Каменщик, каменщик в фарточке белом, блеял начитанный Фатеев, хищно потирая руки. Ценю за общительность, за знания, так сказать, делового ландшафта, за профессиональную информированность. Ценю. Сколько их парусит омногострадальной, разрушенных и загубленных начинаний. Реставрационная работа вести пора, не все же разрушать дохапать. Любил Фатеев прикинуться русофилом, несмотря на пересаженные в Америке волосы по доллару за штуку, несмотря на английский костюм и европейский лоск. Ярослава так и начали называть за глаза «реставратор». На первых порах он, человек увлекающийся, взялся за дело с горячностью. И действительно, помог возродиться нескольким мелким строительным проектом. Он радовался, он ликовал, он обещал своей команде заложить великие фундаменты в будущем. Но вскоре к нему, через третьи, конечно, руки, обратились со странной просьбой. Речь шла о ревизионной якобы комиссии, составляющей некий финансовый прогноз, касающийся распределения строительных госзаказов на следующий год. Требовалось его участие. А пару дней спустя, поздно вечером, ему позвонил сам Фатеев. О Ярославе же не зря говорили, что он мудрый. Молодец, что имя его великое несешь с достоинством. Наслышан. Да, чуть не забыл. Там комиссия намечается очередная. С тобой посоветоваться хотят. Какие предприятия по строительству перспективны и заслуживают внимания центра. Но ты же опять все понимаешь. Господдержка, земельные участки, щадящие налоги. Ячея крупна на большую рыбу. Не забудь там, что первоочередно слабым да сиром помогать нужно. Таков христианский и гражданский наш долг. Приговор, можно сказать. Да, конечно. Заговорил я тебя совсем. Время ценное отнимаю. К старости все до слова охочи. Отдыхай. Утро, так сказать, мудренее. Но до свидания. Ярослав медленно опустил трубку и задумался. Да к чего же он хотел, старый хрен? Ячея откуда-то, приговор. Он что же, угрожал мне? Так. От меня требуют выгородить какую-нибудь безнадежную фирму, чтобы именно она получила заказ и земельный участок под строительство. Получила будущее. Господи, так вот в чем дело. А потом неожиданно объявляется тендер, благодаря которому у руля встают совершенно другие, появившиеся из тени люди. Мать их размать. Да почему я? Ну да, вижу всю строительную рать, а сам почти на кукане. Вертикали и горизонтали. Отказаться? Не простят. Как будто запутался в невидимых сплетениях. Ячея. На следующее утро реставратор сыграл свою роль с блеском. Испепеленная фирма одним розчерком золотого пера, отдолженного у несгорающей птицы, была приговорена к возрождению. А через несколько месяцев ее прежний владелец не смог убедить суд в обоснованности своих на нее притязаний. И покончил с собой при весьма странных обстоятельствах. В дело включилась пресса, всплыли кое-какие подробности, и вот тогда-то Ярослав Лапутин смекнул, что от железно-крюкастой лапы слащавого лицемера Фатеева никакая неприкосновенность его не спасет. С появлением Али в жизни Ярослава Алексеевича появилась видимость порядка. Хотя первое время он приглядывался к новоявленной дочери, принюхивался к ней осторожно, чуя родную кровь, но не веря себе. Потом привык, привязался к ней, как не был привязан к остальным детям. Те всю жизнь смотрели на него, точно он им что-то должен. Все выпрашивали, выклянчивали, ныли, только и слышно было «дай, да дай». И жена в последние годы семейной жизни из нетребовательной и веселой подруги-соратницы превратилась в капризную содержанку. Пользуясь тем, что он, Лапутин, опасался развода, суд и мнение народное всегда на стороне женщины, тянуло из него деньги и нервы. И вот, наконец, уехала, дав мужу вздохнуть спокойно. Все равно, что с семьей, что без нее, искренней, бескорыстной заботы о своей персоне Ярослав Алексеевич не знал. И тут вдруг эта рыжеволосая красотка, похожая на него молодого, парит, варит, моет, убирает, покупает ему носки и рубашки, зовет папой и приносит поутру минералку. Правда, приходится кое в чем себе отказывать. Не напиваться до потери сознания и не приглашать домой веселых девочек, но так даже лучше, меньше свинства, и деньги целее будут. На сэкономленное купил дочери норковую курточку. Она в благодарность такую кулебяку испекла, как в ресторане. Пусть живет девочка. А девочка зря времени не теряла. Написала на доставшемся от Мельникова ноутбуке коротенькое эссе, неплохо получилось. С темой решила не мудрствовать, написать о смерти Пушкина. Про Пушкина и про собак всегда у всех писать получается. Понесла в Станислав прямо на дискете. Но Солодковой там не застала, пришлось оставить эссе секретарше. Как передать, кто автор, поинтересовалась некрасивая большеротая девушка. Саша Гейлер назвалась Анжелика. Фамилию она назвала от бывшего мужа доставшуюся, а имя само по себе вырвалось. Ее часто переспрашивали Аля, Александра, что ли? Была еще одна мысль запутать, сбиться следа и с толку. Саша Гейлер не поймешь, мужского пола, женского ли, разве не забавно? Но дурочке Веронике похоже и в голову такое не пришло. В самом деле все было гораздо проще. Секретарша по прозвищу Царевна Лягушка передавая выпускающему редактору дискету с эссе заметила, что принесла ее девушка, назвавшаяся Саша Гейлер. На следующий день они познакомились. Анжелика Тятькина, Аля под псевдонимом Саша Гейлер и Вероника Солодкова, Вера. Познакомились и благодаря взаимному притяжению душ, благоприятному стечению обстоятельств, скоро стали близкими подругами. Глава девушке, все. В первый же день знакомства с Солодковой Анжелика отправила письмо в Швейцарию. Писала всю ночь, тонкое получилось, умное и грустное письмо. Всю ночь писала и отослалась с тихой гордостью. Русская женщина, гордая и кроткая, сильная и нежная, способная жертвовать и принимать жертвы. Вот какой образ мы будем разрабатывать. Чтобы старый холостяк миллионер, если даже не воспылает невест какими нежными чувствами, отженить бы не отлынил, кто ж упустит такую женщину. Со временем ей стали видны пробелы, в том плане, что она для себя не разработала даже, а наметила. Хорошо, ответит ей швейцарский суженный. Ну, а потом что? Ехать к нему в гости нужны документы на имя Солодковой. Приглашать его нужен антураж ее жизни. Хоромы депутата, до блеска вылизанная Анжеликой, для судьбоносной встречи явно не подходили. Впрочем, кое-что удалось решить. Из семейного альбома изъяты были некоторые фотографии. С помощью нехитрого монтажа на место Вероники встала Аля. Рядом с покойной мамашей Верой Ивановной, чей облик заграничному жениху знаком был по фотографии. Монтаж, стоит заметить, производил тот же пуделек декоративный Данил Куприянов. А зачем тебе это нужно, удивлялся он? Надо, кокетливо и уклончиво реагировала Аля. Она валялась на кушетке, в чем мать родила. Данила сидел за компьютером, но то и дело тоскливо, жадно косился в ее сторону. Роман с фотографом Анжелика завела для тонуса. Они встретились здесь на кушетке всего три раза и Куприянов уже принадлежал ей со всеми потрохами. Он готов был делать что угодно, готов был на животе ползать и тапочки в зубах приносить, если бы она позволила. Рабская натура, что там говорить? Фотографии были готовы и отправились к тому же адресату. Переписка пошла живее, и вот к лету Анжелика добилась от Алексея Быкова обещания приехать и погостить пару дней в Верхневолжске. Спасибо европейской пунктуальности Анжелика успела сплавить веру в пансионат Иволга, успела избавиться от Куприянова легким и забавным путем. Архангел в последнее время что-то захандрил, намекал, что нехорошо обманывать бедняжку веру, да и отработал он свое. Полноправным хозяином жил у Вероники и смог таки выяснить, что в огромной квартире где-то хранятся семейные ценности, а в их числе и половина кольца, темного, старинного, тяжелого. Зачем тебе это надо, а? Ну зачем? Все приставал к ней, выдав тайник. Ну не ограбить же ты ее собираешься. Да нет, дурачок, я же искусствовед, ты забыл? Прошла информация о том, что в этом семействе хранится старинное ожерелье несметной стоимости. Я могла бы купить его у Веры, перепродать, хорошо заработать на этом, понимаешь? Но ожерелье не обнаружилось, она нам больше не интересна. А если собиралась купить, почему не спросила в открытую? А фотографии тогда зачем? Да нет, здесь что-то не то. Анжелика залепляла ему рот небрежным поцелуем. Она не волновалась, она прекрасно знала, Куприянов не выдаст ее вере. Он трус и всегда останется трусом. Эта парочка стоит друг друга, право же. Но все равно нужно устроить его судьбу, устранить, удалить от Солодковой от греха подальше. Тут и подвернулась разбитная Настаська, папашина подружка. Не дура выпить и покушать, сама хозяйка ресторана, жадная до любовных утех, богатая, стервозная и красивая бабенка. Она Архангелу крылышки мигом покоротит. Но что-то пошло не так. Сначала господин Быков зачем-то двинулся в Верхний Волск не поездом, не самолетом, а теплоходом. Захотелось ему полюбоваться красотой здешних мест. От этой прогулки жениха было Анжелике очень не по себе. Все вспоминала она день своего приезда в Верхний Волск, и добрую усталую коридорную в гостинице, которая так легко и просто указала ей, где искать отца и кто он. Мало ли каких людей встретишь в дороге, тем более на шикарном туристическом теплоходе, где отпускная атмосфера расслабляет людей, где так легко завязываются знакомства и откровенные беседы. Еду к невесте, она красавица, ее зовут Вероника Солодкова, вот фотокарточка. Позвольте, «А я прекрасно знаю Веронику Солодкову, она племянница моей троюродной бабушки, это вовсе не она, и начинают выяснять, и горю я синим пламенем, а если не горю, то подозрение-то закрадывается, а оно не ржа, а душу точит». Так размышляла Анжелика, и мы с вами знаем, что небеспочвенно были ее тревоги, что ведомый потаенными силами сошел Алексей Быков с теплохода Климент Готвальд на так называемой зеленой стоянке, соблазнившись остроконечными крышами домиков, меж пышными дубами, и копченым лещом, и анемичными желтыми ирисами, что на пристани продавал дочерна загоревший оборванец. Впрочем, в назначенный день он был в Верхневолжске и шел на условленное свидание. Не терзался угрызениями совести, изменив, пусть и мысленно, невиданный еще суженный. Нес букет желтых анемичных ирисов и бутылку вина, а еще на подкорке на глазном дне крохотный яркий образ встреченной на Волжском берегу забавной кудрявой девушки. Ирисы Аля воткнула в вазу, бутылку поставила в бар. Она же полноправная хозяйка в этом доме, разве незаметно? Ей удалось все сделать правильно. Собиралась выкрасить огненную шевелюру в невзрачный пепельный цвет, но не смогла, рука не поднялась. Алин закупила, голубым закрыла свои изменчивые глаза. Не для господина Быкова старалась лже-вероника. примеряла, тщательно подгоняла к себе образ Солодковой. Она должна стать ею, должна смотреть на мир голубыми глазами. Может, потолстеть еще, лопать с утра до ночи гамбургеры и запивать Кока-Колой? Не дождетесь. Хрупкую фигурку Анжелики не осквернить лишнему жиру. Но, встав перед зеркалом, она с досадой и удовлетворением заметила. Сходство есть. Те же высокие скулы, тонкие черты лица, нос, линия бровей, губ, заостренного подбородка. Только научиться бы еще улыбаться так, глуповато, растерянно, застенчиво. Нет, не выйдет такой улыбки у рафинированной Анжелики, но скромно и с достоинством улыбнуться, пожалуй, можно. Вот так. Полдня красоту наводила. Полдня роль хозяйки репетировала и молилась, чтобы не ввалился кто незваный. Нареченный не поразил Анжелику Тятькину красотой и изысканностью манер. На фотографии он выглядел как-то камельфотней, может, потому, что снят был на фоне собственного особняка, и лабрадор у ног придавал хозяину больше изысканности. Лабрадоры чудесные собаки. Морган забавное имя. Я его уже люблю. У меня тоже была собака такса. Вот ее фотография. Да, руки мои. Вот мама, правда, мы похожи. А с сестрой не очень я знаю. Толстоносый уволень, похожий на мультяшного людоеда Шрека, взгляд имел проницательный и тяжелый. Это даже хорошо. Сильный противник не теленок. Хватай за веревку и веди в стоило. Матерый бык. Такому за честь продеть кольцо в ноздрю. Аля умело выдержала характер. Сдержанная, спокойная, интересная особа. Не скучная, а с изюминкой. С чертиками, в карих нет голубых глазах. С такой не соскучишься и краснеть за нее не будешь. И раскованная, страстная, предъявив суженному половинку кольца, обняла его за шею. Губы открыть, глаза прикрыть. Он сразу же задышал довольный. Но желанной близости не физической, а душевной между ними не наступила. Остался холодок, отчужденность, пожалуй, даже больше, чем была во время их романтической деловой переписки. Ночь горячих ласк странным образом не растопила лед, а словно спаяла его крепче. Но спешить нам некуда, нам надо еще подумать, как окончательно заместить с собой Веронику Солодкову. Пока его можно отпустить, торопится вернуться домой, говорит, дела ждут, отпустим его. Если там, в сказочной Швейцарии, не ждет его страстная аборигенка, то он не забудет наших ласк и нежных слов. Он на крючке, пусть и надувается сурово, косится по сторонам. Жениха Анжелика проводила до аэропорта, трогательно помахала ему платочком. Почему-то долго не уезжала в Своясе, пила очень плохой кофе в ресторане, проникалась сладкой тревогой этого странного места, дышала влажным утренним воздухом. На горе располагался аэропорт, и город был весь как на ладони с бетонного парапета. И пока Анжелика смотрела вниз, стряхивала пепел с тонкой сигаретки, ей пришла на ум замечательная, ослепительная, блестящая комбинация. Глава 24. Заметим, Вера помогала сопернице, чем могла. Она словно нарочно опускалась все ниже и ниже. Она перестала быть похожей на ту красивую, неуверенную в себе барышню, какой Анжелика впервые увидела ее. За короткое время, от летних знойных дней до декабрьских студеных судорог, она превратилась в ничтожество. Вот. О ней нечего было сказать, с ней невозможно было дружить, на нее посмотреть было нельзя без ужаса. А Вера еще недоумевала, еще звонила своей подружке Саше Геллер, приглашала в гости, делилась убогими своими новостями, пигмейскими размышлениями. Неужели она ничего не понимает? И от Ярослава Алексеевича, папаши разгульного, тоже вышла Анжелике большая польза. Тот на время приостановил свое пьянство и разгул, стыдился взрослой дочери. Трезвость пошла ему на пользу и на многое открыла глаза. Предвыборная кампания гикнула, свистнула и провалилась. Депутатское кресло и депутатский мандат Лапутину не достались. Мало того, выяснилось, что дела его детища в строительной компании обол крайне запутаны. Сам хозяин в долгах, как в шелках, а недовольство обманутых горожан растет. А Фатеев отказал в милостях своему реставратору. «Они меня везде найдут», потерянно шептал бывший начальник стройконторы. «Найдут» и... Дальше он фантазировать боялся и потерянно смотрел на Анжелику. «Тебе нужно уехать на время, спрятаться, скрыться. Подписки о невыезде с тебя никто пока не брал». «Куда ехать?» «Говорю же, везде найдут». «Да, если ехать в Ниццу или в Лондон, там найдут, а вот в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов». «Мы и так в самой глуши живем, дальше только Сибирь, хотя есть у меня имения, леса мордовские, глухие, дом в самой чищебе стоит, ни пути к нему, ни дороги, и никто не знает про него». «Дом в глухих мордовских лесах купил Ярослав Алексеевич три года назад. Имел Лопутин особый вкус и интерес к охоте. И вот зимой как-то собрался побродить по чищебе с ружьем и приятелем лесником. Да еще один дружок увязался. Еще с комсомольских времен знакомы были, вместе на собраниях митинговали, тоже был рубаха-парень, Гулена, Витька-трубников. За лишнее жизнелюбие и отправили его в глухомань курировать местную газетенку в один лист. Он сначала поубивался, а потом привык, женился, обзавелся домом и стал страстным охотником. К нему в гости в захудалый городишко Верхонск и ездил Ярослав Алексеевич почти каждую зиму. Били зайцев и кабаны бывало попадались, вечерами пили вместе сладкий изюмный самогон, закусывали добытой дичью. Жена Трубникова, простая баба-лушка, то ли мордовка, то ли чувашка, ходила неслышными шагами, говорила шепотом, готовила так язык проглотишь. Тогда, три года назад, зима выдалась бесснежная, охота удачная. Побелевшие не ко времени зайцы сами охотникам под ноги кидались, забрели далеко в глушь, куда по зиме никогда не пробраться без лыж, да и на лыжах раньше не доходили. Опа, Сергеич, это что такое, присвистнул Трубников. Сергеич посмотрел из-под руки, точно не в лесу глухом они стояли, а в чистом поле. Эх, забрели мы, давно я тут не был, глухое место, Марьяшкина пустошь. Никогда не слыхал, пожал, плечами Трубников. Да ну, помнишь, в позапрошлом году сыночку мэра нашего мертвого нашли тут? Это значит, Филипп Иванович отчина? Да как тебе сказать, он как сына схоронил, наотрез от дома отказался. И видеть, говорит, не хочу, и не поминайте при мне. Так поди и стоит заброшенный. Мужики, а о чем речь? Что за дом? Встрял Ярослав Алексеевич. Вместо ответа Сергеич махнул рукой в прогал между вечными стволами, и у Лапутина словно глаза промылись. Только что не было ничего, не мелькали красно-кирпичные стены в просветы, и вдруг вот он стоит на поляне. В один этаж с мансардой и верандочкой аккуратный веселый домик. Залюбовался Ярослав Алексеевич. Да, дом не дом, а конфетка с мармеладом. Только нехорошее это место, Марьяшкины хоромы, и много людей тут головы сложили. Ишь ты, вроде легенда тут у вас значит? Да, вроде того. Пошли, стемнеет скоро. Ну, вечером-то расскажешь? Да, хочешь, расскажу. Но, прежде чем приступить к рассказу, распаренный от вечного тепла, от самогоночки и сытного ужина, Сергеич долго мялся и отнекивался. Дело темное. Все говорят, кто с этим домом свяжется, тому беды не миновать. А о мэрском сынке речи не идет, он героином напихан был по самые уши. Дом тут спокон веков стоит. И отец мой про него говорил, и дед. Горел сколько раз, а все, кто-то находился. Отстраивал на старом фундаменте заново и жил в нем до беды. Фундамент у него крепкий, на крови, говорят, строили. Это как храм Спаса на крови. Да, ну про Спаса я не знаю, мало тут спасительного. Дед говорил, при нем еще старые люди рассказывали, что палаты каменные, сам Стенька Разин для своей любовницы построил. Была она цыганка, красавица, звали ее Марьяна. И была она, как все цыганки, ведьма. Глава двадцать пятая. Цыганка была некрасива, она была, как языки пламени, пляшущая в ночи. Очень худая, очень смуглая и ростом не больше воробья. Остро выпирающие груди, острая, повздошная и бедренная кости, выступающий живот делали ее похожей на подростка. Но она не была подростком. В полуприкрытых коричневыми веками, непроглядно черных глазах жило незапамятное здание, непроглядная тьма прошлого, и полыхали в них красные всполохи древних войн, пожаров, кровопролитий. Некрасива была Марьяна, не чита всем тем белым лебедушкам и сизым голубкам, что на трудном пути своем приласкал Стенька. Но страшная сила женская таилась в ней. Страшная сила жила в складках красно-сизых губ, в изломах, неизгибах тела, и пела она гортанными вскриками на чужом языке, чужие, ядовитые и сладкие, как мед диких пчел песни. И зачаровала Марьяна Стеньку, и говорили про нее, что она варила в полнолуние приворотное зелье из кладбищенской земли и опоила им атамана. Так ли, не так ли, никто не знал. Но не было нужды Марьяне в омерзительном взваре. Она и сама силами своими могла притянуть к себе кого хотела. Характер в ней был неровный. То была весела, плясала, как змея, звеня манистами из золотых тяжелых монет, распускала черно-синее пряди и смеялась жгучим смехом. Порой грустила, молчала, и грусть мгновенно вспыхивала злобой. Тогда визжала по-кошачьи и кидалась с когтями на каждого, кто слово против говорил, причем метила в глаза. Справиться с ней не мог сам атаман в такие минуты. Отворачивался и уходил, морщие лицо, словно зубная боль одолела. И только тихий фролка, бывший поп, растриженный за пьянство, мог говорить с ней. И она притихала, блестела глазами из-под ночных ресниц и шипела сквозь плотно сомкнутые губы невнятные жалобы. А на что она жаловалась, чего хотела, того никто понять не мог. Не дорожила цыганка деньгами, не любовалась заморскими тканями, драгоценными каменьями, ничего для себя не хотела и знала только свои дикие пляски и дикую злобу и дикую любовь. И так она была люба атаману, что обвенчался он с ней по христианскому закону. Не растрига фролка, а самонастоящий священник в настоящем храме в царицине. А свадебным подарком молодой жене стал сундук с невиданной красоты уборами из золоты и камней дорогих. Но из всех драгоценностей выбрала и носила Марьяна одно кольцо, самое невзрачное. На огонь я его закляла, огнем с тобой обручилась на веки вечное. Переменишь меня, будет тебе смерть от лютого огня. А если ты сбежишь от меня, тебе-то будет от огня смерть, посмеивался безбоязненный атаман. Я и сама огонь, загадочно отвечала Марьяна, глядя на пляшущие языки костра. Ну, ладно, не грозись, поди-ка сюда. Ишь, колдовством пужает, да про меня-то как про колдуна великая слава идет, мне ль тебя бояться. Будь покорна мужу, венчанная жена. После свадьбы Марьяна понесла. Но младенчик долго не прожил, опять забрюхатила, и опять дочь Разина умерла в самом раннем возрасте. Нехорошие пошли разговоры, шептали, будто приносит цыганка жертвы своему страшному огненному богу, а ему лучшей жертвы нет, чем невинное дитя. И быть бы Марьяшке в большой беде, но дрогнуло сердце угрозного атамана. Решил отослать Любушку подальше от греха. В Пензенской вочине у меня лихой атаман Максимка Осипов стоит с людьми. Места глухие, мордва дачу ваши, никто там тебя не сыщет, не обидит. Будешь жить в палатах каменных, слуги на коленях станут ползать, ни в чем отказу не узнаешь. А здесь тебе негоже оставаться. Я теперь по морю Каспию гулять пойду. И велел отвезти двум верным казакам Мишке и Алешке. Мужики было приуныли. Известное дело цыганка порскнет с воза и была такова. А тут еще по Волге ее до Саратова везти придется, нечто утопится. А кто его знает атамана? Может и не вспомнит, как звали женушку, а может справляться о ней будет. Но напрасно унывали казаки. Марьяшка приутихла, только глазами сверкала из-под старого плата. Нарочно все надела поношенное, ветхое, в упрек мужу и от золота отказалась. А заветное свое кольцо сняла и кинула стенки в ноги. Не будет тебе зато, Степан Тимофеевич, ни ночи темной, ни дня ясного. Солнце тебя не согреет, вода жажды не утолит, земля не успокоит. И то спасибо, на добром слове, хохотнул Разин, но с Богом ребята. И больше они никогда не виделись. Только как-то ночью проснулся Степан Тимофеевич от лютой боли в груди. Словно огонь там полыхал, словно жгло яростное пламя, заскучал атаман. И все ему казалось, что Марьяшка закляла его на смерть. Попытался он о ней узнать, но все говорили одно. Живет она, как и было ей обещано, в палатах каменных. От всех людей ей уважение, ни в чем отказа не знает и шлет поклон. А правду говорили или от страха выдумывали, как узнать? Чтобы освободиться от цыганского колдовства, схоронил Разин Марьяшкина приданное. Что дарил он ей, а она не взяла с собой? В подземной пещере и наложил заклятие. А кольцо Марьяшкина велел надвое разрубить, чтобы порушить чары, и положил его поверх сундука с сокровищами и грамотку там оставил. Не для себя храню, не для людей. Кто за богатством пойдет, тому этого клада вовек не открыть. А откроют обещися, и повяжут их колечко это навеки вечное, пока мир стоит. Связаны будут печатью неразрывной, а кто их разлучит, на того цыганское огненное проклятие падет. С тем мое слово. Аминь. Ведьм-то инквизиция на костре сжигала. Ну, а с этой местный народ по-своему обошелся. В мешок ее и в воду. Говорили старые люди, что ни почем бы ее не взять, но застали мужики колдунью в слабую минуту, когда она родами страдала. Не стали разрешения дожидаться нелюди. Утопили. Какое зверство, покачал головой Лапутин. И ты говоришь недобрая слава у дома? Так я не суеверный, я его покупаю. Ярослав Алексеевич сам не знал, что толкнуло его на такую сделку. Просто понравилась мысль, как замок с привидением купить. Наезжал в Марьяшкины хоромы раз в год, никаких чудес, ни дурных, ни хороших, не замечал. Было только чувство, что рано или поздно домик этот ему сгодится. Глава двадцать шестая. Новый год Вера встречала в одиночестве. Около полуночи позвонил Алексей. Голос его отдавался эхом в телефонной трубке, и такая бездна километров была в этом эхе, такая тоска разлуки звучала, что даже телефонная связь, которая не бумага, но все терпит, не вытерпела и оборвалась. Они успели сказать только с наступающим новым годом тебя, Вера, и тебя. Я скучаю по тебе, и я. Как много стоит за недосказанностью. В ее односложных ответах была тоска и горечь всех одиночеств мира и откровенный зов, а его голос выражал смятение и что угодно, кроме новогодней радости. И когда в трубке послышались завывания безвоздушного пространства, скрежет столкнувшихся звезд, грохот гибнущих миров, Вероника отключила телефон и залпом выпила бокал вина. Президент на бледно светящемся экране беззвучно шевелил губами, потом показали куранты, стрелки сдвинулись на двенадцати, Вера плакала, упав ничком на диван. На лоток она больше не вышла, получила причитающиеся деньги и простилась с туалетно-ванным бизнесом Станислава Михеева, как надеялось навеки. За десять дней новогодних каникул она успела навестить бабушку, послать на три тайные руны, не вовремя позвонившего Куприянова, похудеть и исчеркать страницы газет работы и карьера. По обведенным объявлениям пошла одиннадцатого числа. Менеджер, секретарь, редактор, составитель, корреспондент, без оклада, но с процентами, две тысячи, две с половиной, три, смешно, как она будет жить на эти деньги? Позвонил отец, сказал, будет платить за квартиру. Мне бы хотелось с гордостью отказаться, но у меня сейчас такое положение. Какое положение, насторожился отец. Вероника фыркнула, бедственная и никакое другое. Спасибо. Ты ушла с рынка? Да, ищу работу. Я мог бы поискать тебе кое-что у себя. Вероника задумалась на минутку. Мебельный бизнес отца был ей темен и непонятен всегда. Маленькая фабрика, претенциозные диваны и кресла, но что там можно делать? Возиться с бумажками, сидеть на ресепшене. И тут она вспомнила Светлана. Придется видеть ее каждый день, общаться, да что там, новая жена отца станет ее непосредственным начальником. Еще чего не хватало. Спасибо, папа, я поищу, посмотрю. Ну, как знаешь. Он даже не настаивал, но и не надо. Утро 12 января выдалось тусклым. Вероника пила кофе, рассеяно трогала двузубой вилочкой лимон. Потом написала на полях газеты карьера большую букву А и нарисовала профиль, смахивающий на клоуне. Но тут раздался звонок, трещал телефонный аппарат в холле, быстренько замазала написанное и нарисованное встало, взяла трубку. «Верочка, привет!» Голос Саши Геллер. Привычный, но забытый почти голос. «Привет! Рада тебя слышать!» «Правда, ты не сердишься на меня?» «Так за что же?» «Так я уезжала, давно не давала о себе знать, даже с Новым годом тебя не поздравила, но не сердись, с Новым годом, с новым счастьем!» «И тебя с Новым годом, правда, не сердишься?» «Правда, ты зайдешь?» «Да собиралась!» «Знаешь, у меня есть к тебе предложение, от которого нельзя отказаться!» «Точно!» «Так я приду в любую минуту!» «Мне так нужно рассказать тебе всего!» Вот кого Вере не хватало так страшно, так мучительно все эти дни!» Саша Геллер, умная, тонкая, понимающая, она обязательно что-нибудь посоветует, поможет и с работой, и с личной жизнью. В глубине души Вера не могла признать отношения с Алексеем личной жизнью. За гранью обыденного они стояли и за гранью понимаемого. Человек, которого она видела всего два раза, стал для нее близким, родным, желанным, стал для нее всем. Так стоит ли этим делиться с Сашей? Да нет, пожалуй, не стоит. Она пришла так быстро, словно стояла у подъезда и ждала, когда ей позволят подняться. На самом деле, Вероника просто очень долго просидела на банкетке у телефонного столика, долго думала, потом пошла в ванную, подставила руки под огненно-ледяную струйку воды. Ответь мне, прошу, ответь, мне так одиноко. Ты могла бы быть не одинокой, тебе стоило только сказать ему, хочу ехать с тобой, хочу улететь с тобой, жить с тобой, умереть с тобой. Я не могла, я не могла ему так навязаться. А что теперь будет с тобой? Кто поможет тебе, Вероника, кто поможет мне? Она подняла глаза от ртут на серебристой струйке и взглянула в зеркало, но не увидела там своего лица. Не увидела молочного кафеля в ванной и хромированной стойки для полотенец у себя за спиной и веселого полотенца с желтыми пчелками по синему фону. Ничего этого в зеркале не было, а была темная сумеречная долина. Низкое серое небо, песчаные холмы, а между холмами фигура человека. Вся боль, вся страдания. К мертвенному небу воздеты руки и рот распят в невидимом вопле. Больно ему. Больно, страшно ему, страшно, но кто это? Не узнает ни мужчины, ни женщины в расплывающемся силуэте. И весь он словно песчаный человек, которого Вероника боялась в детстве, изменяется, не изменяя страдания своему. То облик предка проскользнет в нем, то родное лицо. Мама? Мама! Вероника рванулась вперед и... и стукнулась лбом, а холодное гладкое зеркало. В ушах зазвенело, Вера потрясла головой, наскоро умылась, попила из пригоршни. Звон не прекращался. Ах, так это в дверь звонят. Ты что такая бледная? Привидение увидела? Да, привидение, бледно улыбнулась Вероника. Ты по делу или для души? Говорила же, есть одно предложение. Ты, я слышала, работу ищешь? Давно уже, а что? А то, заулыбалась Саша, удобно расположилась за столом, окружила себя необходимыми вещами. Пепельница, сигареты, зажигалка, чашку кофе перед ней Вероника поставила. Фу, растворимый. Как хоть называется-то? Финансовый кризис, рассердилась Вера. Да не дуйся, я шучу. Но могу сказать, не шутя, скоро твое финансовое положение значительно улучшится. Если будешь умной девочкой и сделаешь правильный выбор, интересно? Продолжай. Ну, значит, обрисовываю ситуацию. Может быть, тебе известно, что у меня есть папа? У каждого человека есть папа. Мой папа это чего-то особенного, как говорят в Одессе. Начнем с того, что он очень известный человек. Тебе его фамилия наверняка знакома. Он политик, политолог, аналитик и много чего еще. И замыслил мой папа написать книгу. Большую и толстую, страшно умную. Такую умную, что мы с тобой наверняка ничего не поймем. Но папа, несмотря на все свои достоинства, с русским языком не дружит, как-то не сложилось. Он сам это понимает. И вот попросил меня найти человека, который взял бы на себя обязанности секретаря и литературного редактора. «Ну так это же замечательно! Я согласна!» «Погоди, не стоит бежать впереди паровоза!» «Как подумала Анна Каренина в последнее мгновение!» «Ну что ж ты о деньгах-то не спросишь?» «А что, у нас плохо с деньгами?» «У нас плохо, у папы хорошо, он обещает три тысячи в месяц». «У-у-у!» Только и смогла выговорить Вероника. «Доллар?» «А-а-а! Но тут есть сложность. А что, интим не предлагать?» «Да не, папа не по тому профилю». «Ну, если ты только сама будешь настаивать». «Сложность в следующем. Для того, чтобы написать свою шедевру, папенька удаляется в уединенный особняк и творит там. В тишине, на природе». «Так что тебе придется уехать из города». «Да?» «Но вообще-то это ничего не меняет. Все равно согласна. Для меня это просто спасение». «Саш, а что это за особняк?» «Ну, мать, этого я тебе не скажу. Я там никогда не была. Полагаю, ничего особенного. Ни каминов, ни канделябров, ни горничных с кружевными наколками. Просто дом. Называется весьма романтичное. Марьяшкины хоромы. Вот еще что. За первый месяц папа согласен отдать деньги вперед, чтобы лид-консультант не волновался и спокойно приникал к остальскому ключу. «Красиво говоришь». «А, заблестели глазки-то». «Но этот месяц у тебя вроде испытательного срока, а дальше как пойдет. Так что давай, собирайся». «А когда ехать-то? Сегодня?» «Ну, зачем сегодня?» «Если ты согласна. Я сигнализирую папе, и ровно через неделю вы уезжаете. Особняк где-то за пензой». «Так далеко?» «Ха, вот ты и испугалась. Вероника трусиха». «Да неправда, я храбрая. Сигналь, папе, мы едем. Деньги где?» «Ну, что ж, я три куска в сумочке принесу. У тебя счет в банке есть?» «Ага, счет в банке, Мерседес в автосервисе и миллионер в Америке». «Да нет у меня счета». «Жаль», сказала Саша и расхохоталась над немудрящей веренной шуткой. «Очень жаль, мать. Миллионер в Америке тебе бы не помешал». «Ну, в общем так, заводи себе счет в банке, деньги переведем в деревянное по неплохому курсу, и поедешь ты с папой уже вполне состоятельной женщиной». «Ну, вот», Саша полезла в сумочку, задаток, «десять тысяч российских рублей, тебе наверняка надо что-то купить в дорогу». «Да у меня есть деньги, не надо». «Откуда?» Вероника не смогла сказать «откуда», и Саша оставила на краешке стола десять нежно-голубых купюр. «А как папу-то зовут, а?» «Ярослав Алексеевич, да не волнуйся, успеете познакомиться и полюбить друг друга». «Ой, как смешно! Ну, у тебя неделя на сборы, и помни про счет». Все уладилось само собой. Так всегда получалось, когда за дело бралась Саша Геллер. Вероника успела купить кое-что необходимое, махровый халатик, теплую пижаму, пушистый белый свитер и трикотажные брючки. Если ей придется работать с политиком-писателем, необходимо хорошо выглядеть. Теперь у нее был самый настоящий счет в банке и пластиковая карточка, как у большой. Вера то и дело звонила Саше. «Саш, а мы на поезде поедем?» «Нет, на машине». «А ты с нами поедешь?» «Ну, не знаю пока, может, провожу, а потом вернусь. Да не волнуйся ты так». «Думаешь, не стоит?» Саша только вздыхала и смеялась. Накануне решающего дня Вероника долго не могла заснуть. Позвонила отцу, сестре, бабушке. «Я буду личным секретарем у настоящего писателя. Завтра уезжаю в его особняк. Уже получила плату вперед за месяц. Три тысячи долларов». «Да нет, не трачу пока. Лежат на карточке. Здорово!» Сестра выразила искреннюю радость. «Но теперь ты сможешь заработать денег и приехать к нам в гости». «Спасибо, сестренка». Вероника Андреевна встревожилась. «Веруш, а ты уверена, что это безопасно?» Вдвоем с мужчиной в каком-то особняке. «Писатель, а что он написал?» «Помни, из какой-то семьи». «Бабуль, так он же отец моей лучшей подруги. Не знаю, что он написал, но, может, ничего пока. Все будет в порядке». «Ну, дай Бог». Отца в городе не было. Его мобильный не отвечал. Молчал и мобильник Алексея, вернее, откликался невнятной английской фразой. «Ну и пусть. Она закончит работу. У нее будут деньги, она позвонит ему и скажет что-нибудь с намеком. Например, хочу вернуть должок. Или ты, кажется, в гости приглашал. Я сейчас как раз в аэропорту. Встретишь меня? Мне в Париж по делу срочно. И приедет, если он попросит. Гордая, независимая, вся в белом, как Ума Турман». В таких мечтах незаметно пролетела ночь, а в половине шестого у подъезда засигналила машина. Вера подскочила, кинулась к окну, неужели это за ней? Автомобиль огромный, как бронетранспортер, а возле него Саша Геллер машет рукой. Вера кинулась в прихожую, где уже стоял чемодан, стала влезать в шубку, но передумала. Сорвала с вешалки ярко-желтый пуховик. «Вероник, да не спеши ты, не надрывайся», ласково посоветовала Саша, когда Вера вылетела из подъезда. Пыхтя, грохоча, цепляясь за порожек щегольским чемоданом на колесиках. «Приготовься к церемонии знакомства. На три-четыре папа, выходи, Вероника уже тут, Вероника, Ярослав Алексеевич, Лапутин». Из кожаного ароматного нутра автомобиля вылез мужчина. Сразу видно, что Сашин отец. Пожилой, а красивый. Лицо серьезное, губы плотно сжаты, глаза усталые, на правом лопнул крупный сосуд. «Очень рад с вами познакомиться, Вероника. Аля много рассказывала о ваших достоинствах и талантах. Я рад, что буду с вами работать». «И я тоже очень рада», пролепетала Вера. Лапутин взял у нее из рук чемодан и закинул его в багажник, открывшийся как по волшебству. «Где же я его видела?» соображала Вероника. «По телевизору?» «Да, скорее всего...» «Да, известная личность». От известной личности исходила легкая амбре перегара. Так обычно благоухал по утрам Михеев. «Будем надеяться, Лапутин не водит дружбы с зеленым змеем, не будет ловить чертей в комнатах уединенного особняка и гоняться за ней Верой с топором, как Джек Николсон в фильме «Сияние». Ярослав Андреевич сел за руль, Саша с ним рядом. Веронику посадили на заднее сиденье, и она почти сразу задремала. Так мягко и уверенно шла большая машина, и таким уютным было сиденье. Время от времени она просыпалась, смотрела в окно, мимо проносились придорожные посадки, маленькие деревянные домики с палисадниками, с удобствами во дворе. В особняке, где ей предстоит прожить по меньшей мере месяц, наверняка удобство внутри, может быть, даже джакузи. Сладкие пузырьки, сладкая нега. Вероника снова засыпала, и грязился ей честный дневной труд на литературном поприще. Тихие вечера у камина, бокал Глинтвейна и прогулки по сказочному заснеженному лесу. Проснись, засуня, город. Вероника, тут базар. У вас есть спортивный костюм? Будем ходить на лыжные прогулки в свободное время. Вера встряхнулась и огляделась. Правда, спортивного костюма у нее нет. Лыжные прогулки чудесны. Ну что, пошли? Саша нетерпеливо переминалась. Нужно купить еще кое-что из продуктов. Папа сходит, а мы с тобой на вещевой рынок. Вероника сразу присмотрела себе костюм, красивый, темно-синий. Но Саша покачала головой, потянула ее за руку в гуще базара. Вот хороший костюм. Примеряй, чего стоишь. Сумку мне давай и куртку. Да зачем мерить-то? Тормозиться. Ступила румяная, тугощегая продавщица. Да и на морозе. Бывшая Вероникина коллега. Как зачем? Да мало ли их как шьют. Может, размер неправильно обозначен. Мери, Вероник, не стесняйся. Вера отдала Саше сумку и куртку, с трудом влезла в узкое заприлавочное пространство. Мерить было неудобно, и продавщица и Вероника стукали с локтями о прилавок, путались в штанинах и рукавах, один раз даже встретились лбами. Но костюм оказался в пору и был куплен. Потом пошли завтракать. В маленьком, полутемном и полусыром кафе им подали вкусные бифштексы с недоваренным рисом. Вероника очень боялась, что они долго возились, и Ярослав Алексеевич будет сердиться. Поэтому торопила Сашу и понуждала отказаться от кофе с пирожными. Но, когда девушки вернулись к машине, его там еще не было. Появился он только через полчаса, значительно приободрившийся. Поехали, девчата? Я перекусил. А вы как, не успели? Да мы тоже позавтракали, сейчас кофе попьем. Саша достала из сумки блестящий термос, сонула Веронике пей кофе, тропыга. Вероника выпила два термосных колпачка, обжигающий, горячего, горько-сладкого кофе, и снова стала смотреть в окно. Ах, как однообразен зимний среднерусский пейзаж, как тянет в сон от этого однообразия. Ярослав Алексеевич включил радио, на волнах русского шансона зазвучал недвусмысленный блатняк. Про волка, что попал в капкан, про мать, что не дождется сыночка. И под убогую мелодию Вера снова провалилась в сон. Тяжелый, мутный сон, словно она крепко выпила. Глава двадцать седьмая На закате не спи. Проснешься, испугаешься, советовала Вероника Андреевна внучки. Почему? Так заснешь при свете, проснешься в темноте, вот душа в тебе и испугается. И была права бабуля. Вероника проснулась в темноте, проснулась с дрожью, как от дурного сна, и сразу же припомнила ночь, проведенную в номере у Алексея. Тогда она тоже не смогла сразу понять, кто она и где. Но тогда ощущения были со знаком плюс, а теперь же минус. Толстый минус огненным змеем извивался под полуопущенными веками, под черепом проносились оранжевые вспышки, и от этого было больно и тошно. Я помню, мы ехали в машине, я, Саша и Ярослав Алексеевич, потом покупали на рынке спортивный костюм, позавтракали, выпили кофе в автомобиле, и я заснула. Мы уже приехали? Я что, пила много? Вера, Вера, Вероника, вставай, душа моя, пора, красавица, проснись, голова болит, водички дать? Да, здорово ж мы вчера накатили, да открой глаза ты и держи стакан. В ладони Веры ткнулся холодный влажный стакан. Пить и в самом деле хотелось, горло болело, как ободранное наждаком. Язык распух так, что не умещался во рту. Вода, какое счастье! Холодная, ласковая, чистая. Еще потребовала она, протягивая руку со стаканом в пространство. Невидимый собеседник хмыкнул, но стакан взял и снова отдал Веронике уже наполненным. Наконец, она решилась открыть глаза. Бревенчатый потолок, бревенчатая стена в углу потрескивает и плюется искрами камин. А у кровати сидит, вольготно разваляясь в кресле-качалке, лапутин Ярослав Алексеевич в дивной красоты бархатном халате с золотыми драконами и иероглифами и прочим китайским антуражем. А подпоязан халат витым шнуром с кистями. Загляденье! А ты, смотрю, не дура поддать. Мы с тобой скучать не будем, верно? «Ой, да разве мы пили? А то как же? Сначала кофе с коньяком, потом ты решила, что начало нашего сотрудничества, надо отпраздновать». Остановились и взяли шампанского, а потом у дружбана мы его самогончиком изюмным догнались. Вот была картина маслом. Мы тебя на снегоход, а ты лыка не вяжешь. Но ничего, доехали. Я прошу прощения, Вероника приподнялась на своем узком и жестком ложе. Со мной такое в первый раз. Так надо же когда-то начинать, обохмелишься? Да нет, спасибо, мне бы умыться, вообще привести себя в порядок. О чем речь, сокровище мое? Вон там умывальник, приводи сколько хочешь. Понадобится целиком помыться, баньку растопим, долго ли? Нужное место, не обессудь, во дворе. Одевайся, теплее, здорово похолодало с ночи. Да, конечно. Вероника встала, нашарила ногами свои ботинки. А где мой багаж? Конечно, в твоей комнате, дорогуша. У тебя ж тут своя комната есть, ты в курсе? Иди, иди, по коридорчику прямо и налево. Или проводить? Спасибо, я сама. Насколько могла понять, Вероника в своем полохмельном полусонном состоянии, дом был довольно большой, одноэтажный, отапливался печками. Рядом с камином не было дров, не чувствовалось характерного запаха древесины. Зато виднелись следы угольной крошки, топят углем. Блестящий вывод, банька и нужное место во дворе. Она ведь совсем недавно думала или говорила с кем-то об этом. Дежавю. Интересно, я правильно повернула? Какой длинный коридор. Ее чемодан и сумочка валялись на полу в маленькой комнате. Вся обстановка двуспальная кровать, подогнена красным шелковым покрывалом, картина над кроватью, огромное зеркало, шкаф. Что ж, и это неплохо. Она без сил опустилась на кровать и дрема снова закачала ее в своих душных темных объятиях. Но что-то в этой дреме вдруг припомнилось, отчего Вера подпрыгнула на кровать и открыла глаза. Вот черт, она ж сюда не валяться и дремать приехала, а работать. Да, напилась вчера до провала в биографии, вела себя недостойно. Судя по всему, Ярослав Алексеевич не сердится, а так посмеивается над ней. У нее есть шанс загладить свою вину, прямо сейчас привести себя в порядок, выйти к нему в гостиную и заявить, что готова приступить к работе. Вместо умывания протерла лицо тоником, руки влажными салфетками, припудрилась, причесалась, натянула трикотажные брючки и белый пушистый свитер. Приглаживая волосы, подошла к окну и обомлела. За окном был лес, самый настоящий зимний лес, сосны с заснеженными ветвями, голубоватые тени на снегу и с пещерным следами. Кто там бегал, кто снег истоптал? Зайцы играли в пятнашки или лисичка ловила под снегом мышей? Или серые волки приходили посмотреть на дом, повыть о своей волчьей участи? Ну, это уж сказки. Нет тут волков, они уже только в зоопарках остались. Неплохо было бы побегать на лыжах по такому лесу, а какой снег идет. Крупные, густые хлопья кружатся медленно. Вероника уверенно процокала каблучками по коридору и, войдя в гостиную, произнесла заученное. Ярослав Алексеевич, я готова работать. Ай, молодец, отозвался из кресла Лопутин. В одной руке держал он коньячный бокал, в котором плескалась янтарная жидкость, а в другой толстинную сигару. «Тогда давай, сообрази нам обед». «Обед?» «Ну, если хочешь, завтрак». «Эх, я, башка, баранья, я ж тебе хозяйство-то не показал. Пошли, пошли, голубы, передам тебе арсенал». Вероника старалась ничем не выказать своего потрясения. Да, ей никто не сказал о том, что ей придется готовить еду, но, с другой стороны, Саша предупреждала. Горничных с кружевными наколками в доме нет. Значит, следовало составить реальную картину вещей, а не предаваться мечтам о скатерти самобранке. Ну вот, кухня большая, просторная, вода в кране есть, подается из емкости в подвале. Должно хватить надолго, но расходы осторожнее, зря не лей. Плита газовая на баллонах. А теперь внимание, кладовая. И провел Веру узким коридорчиком в холодную комнату, всю по стенам, уставленную стеллажами. Банки с консервированной ветчиной и рыбой, со сгущенным молоком, с фруктами и фруктовыми салатами, с оленьями и вареньями. Вероника присвистнула, как мальчишка. Ей вспомнились дары колхозников, съестное простонародное изобилие. В погребе картошка, капуста, свекла, лук и свежие яблоки. Тут в ларе хлеб, двадцать замороженных буханок. Понимаю, этого мало, но муки сколько угодно, печь-то умеешь, да ничего, научишься. Тут крупы, я гречневую кашу уважаю, макароны, сахар, соль, приправы, сушеная зелень, сухофрукты, сухое молоко, тут вода минеральная, есть с пузырьками, а есть без пузырьков, как? Умеет Лапутин припасы делать? О двух ящиках виски, стоявших в уголку под рогожкой, Ярослав Алексеевич деликатно промолчал. Двери в кладовую плотно прикрывай, но на тепло, ведь мышки лесные побегут, все погрызут, боишься мышей. Не боись, Лапутин всех победит. В морозильнике в кухне мясо, курятина, свининка, говядинка, сосиски и колбаса. Настоящему мужику без мяса обед не обед, так ты и знай. Ты, смотрю, тоже на диете не сидишь, добродушно нахамил хозяин, но мяса должно хватить, если не достанет, пойду на охоту. Ружье с собой прихватил, подстрелю свежатинки, со мной не пропадешь. Вероника вежливо кивнула, но сердце у нее беспокойно заныло. Немного ли спиртного в закромах родины таится? В кладовой виске, в холодильнике упаковки с пивом, в шкафу бесчисленные винные бутылки. Но, очевидно, все это держится на всякий случай, как и большинство припасов. Вдруг гости-охотники нагрянут, вдруг непогода застанет. Рассуждение ее Ярослав Алексеевич тут же опроверг. Вызволил из громадного холодильника банку пива, дернул за колечко, взвился дымок и сделал могучий глоток. Хочешь, предложил, поймав взгляд Вероники, а? Да нет, спасибо. Ну, как знаешь, пойду сосну часок до обеда. И, коротко хохотнув, удалился. С обедом Вероника расстаралась, как смогла. Подала куриный бульон с зеленью, гречневую кашу с тушенкой, соленые огурчики, помидорчики достала. Сама ела мало. Все ее еще мутило, кружилась голова. Утешало только то, что хозяин воздал столу должное. Сыто отвалился, глотнул еще пиво и указал ей на шахматный столик в углу. Шахматы, шашки, карты. Желаете? А работать, заикнулась Вера. Хм, после такого обеда... Да нет, голуба, сегодня отдых на полную катушку. В Кри-Бич умеешь играть? Нет? Научим. Спасибо. Я... Да не стесняйся. Нет, так нет. Я радио послушаю. У меня приемник есть. А ты спать ложись. Или чего там по хозяйству, шустри. Книги в доме тоже есть, ты не думай, наивно похвастался Лопутин. Там, в холле, в шкафу целая связка лежит. Связка не связка, но кипа книг была значительная. Подобраны они были странно. И смысл этого подбора Вероника поняла, когда в одной нашла лиловый штемпель. Районная библиотека города Малосердопск, а рядом еще один списанно. Попадались занятные. Поэзия Магриба, из филиппинской поэзии двадцатого века, поэта Мексики. Разноцветные ветхие томики она унесла с собой в комнату, прилегла на кровать, и, невольно прислушиваясь к звукам из гостиной, Ярослав Алексеевич слушал трансляцию хоккейного матча, раскрыла один, загадав мысленно на свою судьбу. Звонаря я нынче повстречал нежданно. Он сказал, что хлеба мало соберем, что богатая кузина Захуана собралась, и что представилась Сусанна. Мы давнишние друзья со звонарем. Он поведал, как любил во время она, и босил, и хохотал, как молодой, и, косясь на катафалке, оживленно вспоминал былых красоток поименно. Жизнь и смерть переплелись в беседе той. Мой сеньор, а ваша свадьба? Что ты, милый, ждете зиму? Так она почти пришла. Коли будешь жив, старик, порой постылый, когда смерть меня обнимет над могилой, ты ударь, звонарь во все колокола. Спасибо вам, Рамон Лопес Виларде, поблагодарила Вероника. Веселенькое пророчество. Сказала и вздрогнула. Почти неощутимое дуновение пронеслось по комнате и сразу же стало заметно холодней. Окно раскрылось? Нет. Деревянные рамы закупорены наглухо, даже не похоже, что они могут открываться. Или дверь распахнулась где-то. Однако, холодновато, пробормотала Вера и натянула на плечи плед. Шерстяной клетчатый плед. Он был теплым, словно кто-то нарочно его согревал. Судя по звукам из гостиной, трансляция матча закончилась, заиграла музыка. Вероника начала задремывать, и в дреме привиделся ей кто-то спокойный, добрый и рассудительный. Лица она не видела, а слышала только голос, и слова его звучали так. «Ты попала в странную ситуацию, но держишься замечательно. Одно тебе стоит усвоить и запомнить, этот дом не так прост, как кажется. У него есть своя тайна, своя душа. Можно сказать, что тут живет нечто, но кто-то или что-то, обитающее в этом доме, никогда не было ни мертвым, ни живым. Пожалуй, оно гораздо старше этих понятий, но ты ему понравилась, и тебе нечего бояться». А потом Вероника видела во сне огонь, яркое, непобедимое пламя, но обжигающее не жаром, а холодом. Глава двадцать восьмая. А утром она полезла в сумку за косметикой и обнаружила очередной неприятный сюрприз. Псевдокожанное дно и подкладка были аккуратно разрезаны. Из сумочки изъяли бумажник и мобильный телефон, деньги, паспорт. Все пропало. Она даже заплакать не смогла, просто села на кровать и полчаса провела в прострации. Не хотелось разговаривать, двигаться, не хотелось готовить завтрак и видеть Лапутина. Хотелось лечь, накрыться одеялом и умереть. От невыносимо острой тоски Вероника принялась раскачиваться и тихо ныть сквозь зубы. Из стона рождались неконтролируемые жалобные слова. Господи, ну за что ты так со мной? Ну что ж я тебе сделала-то, Господи? Ну да, я тряпка, я дурочка. У меня ничего за душой и ничего на душе. Да зачем же меня так добивать-то? Мамочка, миленькая, зачем ты меня оставила? Ну мама, мамочка, кто ж за меня заступится теперь? Кто меня пожалеет? Ей, наконец, удалось взять себя в руки. Выстанав свое отчаяние, Вероника почувствовала прилив сил, причесалась, привела себя в порядок и вышла из комнаты. По дому грохотали печные дверцы и заслонки. Ярослав развел бурную деятельность, топил печки, насвистывал что-то конарейшно-бессмысленное. Пожалуй, стоит покормить его завтраком, прежде чем выяснять отношения. Бабушка не раз говорила, что с сытым мужиком разговаривать сподручнее. Завтрак тебе, голубо, удался, молодец. Умеешь стряпать, в жизни не пропадешь. Ты сама-то чего не ешь, аппетиту нет? Так вышла бы, погуляла вокруг дома. Хочешь, в снежки поиграем, снеговика сваляем? Да чего молчишь ты-то, а? Обидел я тебя? Ярослав Алексеевич, набралась смелости Вероника, зачем вы меня сюда привезли? Вы же не собираетесь писать книгу, верно? Вот те раз, как же не собираюсь, а может и напишу, красота-то тут какая, что-нибудь вроде Пришвина, или кто там еще про охотников писал, записки охотника, а? Тургенев. Точно, Тургенев, возьму тебя в соавторы, обрадовался Лапутин, и засунул в рот куриную ногу целиком. Отлично, так зачем вы меня сюда привезли? Говорю, что тебе книжку писать. У меня пока вдохновения нет. Будем ждать, когда появится, а пока тут посидим. Тихо, и мухи не кусают. А воздух-то прямо хоть ложкой ешь. Скрываемся, значит. ты не слишком много вопросов задаешь, голуба. Тебе денег дали, дали, условия договора соблюли, соблюли, месяц отдохни, поняла. Дружелюбно-панибратская физиономия депутата Лапутина непримятно изменилась. Невальяжно-ласково он теперь смотрел, с нехорошим прищуром и улыбался, а с кальцем ровных белоснежных зубов. Поняла, кротко ответила Вероника. Ярослав Алексеевич, а телефон у вас есть? Мне нужно сделать пару звонков, а я только что обнаружила, что мой мобильник тю-тю. Сумку разрезали, наверное, пока мы с Сашей по базару ходили, телефон и бумажник украли. Ну, это обидно, но не грусти, как только вернемся, я тебе такой телефон подарю, закачаешься, самые последние модели, как бортовой компьютер на станции Мир. А мой аппарат вон, на столике, бери, когда надо. Взяв непомужский крошечный телефон в руки, Вероника поняла злую шутку Лапутина. Нокия недвусмысленно объявляла о том, что сети нет. Нет, и, очевидно, быть не может. Не берет, не ловится, слишком далеко пролегают воздушные пути незримых волн, цепляются за верхушки сосен, не доходят до затерянного в лесу домика, слишком крупна ячея невидимой сети. С лапутинским оскалом смотрит на Веронику чучело лисы, побитая молью, мексиканские поэты ждут в спальне, а над всем этим снег и серое низкое небо и равнодушное бессмертное божество. Три дня подряд валил стеной снег. Лапутин не выпускал из рук бокал виски, радио журчало безумолку и уже куча выдавшихся батареек громоздилась на шахматном столике. Вероника готовила, прибирала дом, читала стихи и плакала. Двое узников Марьяшкиных хором почти не разговаривали. С того момента, как Лапутин, посчитав, что радио и виски ему для развлечения недостаточно, облапил Веру на ходу в коридорчике, задышал жарко в ухо. Ты что сердишься? О, какая бука! Ребята, давайте жить дружно, подружись со мной, не пожалеешь, я мужик с огоньком. Лоскущий! Уху было мокро и щекотно, от Лапутина пахло виски. Вероника выкрутилась от назойливых объятий, Ярослав Алексеевич, не стоит. Я, предупреждала, интима не будет. Мы же выполняем договоренности. Уговор дороже денег, покивал депутат, а если приплатить за дополнительные услуги? Исключено. Коррективы в договор я вносить ненамеренно. Твоя воля. Вероника шмыгнула к себе в комнату, утерла влажный лоб. Ей было не по себе, но все же она чувствовала и некую гордость от того, как поговорила с Лапутиным. Не устроила истерики, не заплакала, не дала ему пощечины, хотя стоило бы. Но нет, ничего личного, бизнес есть бизнес. Правда, с этого дня сальный, вечно пьяный депутат стал ей еще более неприятен. Общение с ним она тщательно избегала, от совместных завтраков и обедов изобретательно уклонялась. К ужину Ярослав Алексеевич бывал уже слишком нетрезв для того, чтобы нуждаться в чем-либо обществе. Вероника готовила еду, уносила ее к себе в комнату и сидела там тихонько, словно ее и нет вовсе. Но это еще не все, у нее появился друг. Ни чучела лисы, ни мышка-полевка, ни депутат-алкоголик. Другом Вероники стала картина на стене. Безыскусный пейзаж, речка и бережок и старая лодка на привязи у берега. Но столько покоя и утешения. Последнего утешения было в среднерусском этом ландшафтике, в несмелых бледных красках, в рассветном настроении, что Вероника ложилась на кровать, на картину долго-долго. Знатоки изобразительного искусства наверняка подыскали бы какой-нибудь умный термин для эффекта, которого своими силами научилась добиваться вера. Если смотреть пристально, ни на что не отвлекаясь, пейзаж превращался в реальный. Несмелые мазки песка и волн обретали вещественность и уже слышались шорохи, плески, потайные звуки природы. Вероника тоже пробовала петь. Три глотка из плоской бутылки с розой на этикетке совершили волшебство. В тот вечер она смотрела на пейзаж особенно сосредоточенно и совсем не удивилась, когда рамки картины стали расплываться, а на берегу вспыхнул незаметный раньше костер и кто-то поманил ее. У костра прямо на песчаном берегу сидела женщина. Изможденная, худая, с глубоко ввалившимися глазами, растрепанными прядями волос, она была бы страшна, если бы не одно обстоятельство. Женщина была на последнем сроке беременности. Огромный, уже опустившийся, в предродовом ожидании живот оттопыривал черно-красную ветхую юбку. «Ты пришла?» «Я звала тебя, я рада тебе». Ее голос не был человеческим, он словно состоял из шороха песка, плеска волн и интонации механической китаянки из будильника из прошлой жизни. Не найдя, что ответить, Вероника опустилась рядом с женщиной на прохладный песок. «Ты можешь говорить». «Твой манхак уснул, он будет спать, сколько я захочу, а потом опять выпьет моего зелья и уснет». «Манхак?» «Змея, он из их породы, скользкая тварь с холодной кровью. Они скитаются в подземных пещерах, они боятся солнца и земного огня. Я убиваю манхагов и этого убью, если ты захочешь». «Кто ты?» через силу спросила Вероника. Пламя жгло холодом невыносимо, она старалась отодвинуться подальше, но не могла шевельнуться, не могла отвести глаз от странной женщины. «У меня нет имени. Я забыла земные имена, я была жрицей, богиней Эйя, да не погаснет ее животворящее пламя. Но предала свое служение и была наказана за это. Манхаг надругался надо мной, забрал мое сердце и растоптал его. Другие манхаги убили меня и моего нерожденного ребенка. У манхагов нет сердца, нет дыхания, все, что им нужно забрать, чужое, горячее. Они забрали бы и тебя, но ты была хозяйкой амулета Эйи, и в тебе еще горит ее огонь. Амулета? У меня не было. Был, поверь мне. Но у тебя его забрали. Верни себе амулет, составь его в единое целое, верни милость Эйи, и ты спасешь себя и меня. Но ты слаба, в тебе много воды, а вода смерть огня. Я хотела бы уничтожить тебя, но в тебе одной надежда на спасение. Ты одна имеешь власть над манхагами. Что это за амулет? Как он выглядит? Я забыла многие слова. Смерть, жизнь, сердце, огонь, вода, эйя, манхаги, смерть, 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 вот все понятия, что мне сейчас памятны. Твой амулет только часть, только половина целого. Что было у тебя наполовину? Вспомни и составь амулет, я помогу тебе, но нужно спешить. Нужно спешить. В чужих руках амулет потеряет силу, и мы останемся пленницами холодного берега. Убей манхага или позволь мне его убить и беги. Убить? Убить? Чудовищный грохот вырвал Веронику из-за бытия. Она быстро села, руками протерла глаза, пытаясь вырваться из объятий такого странного, такого реального сна. Оказывается, грохнула дверь, а распахнул ее Лапутин, депутат в драконистом роскошном халате. Он был откровенно, чудовищно пьян. Лицо налилось кровью, кровь залила бешеная, вылезшая из орбит глаза, и, что самое страшное, в руке он держал ружье. Настоящее ружье, то, с которым собирался на охоту, приклад которого украшен был серебряными накладками, а по серебру мчались олени. И кого ты тут собираешься убить, душа? Я же слышал, что ты тут бормочешь, но как я сразу не понял, еще думал, остолоп, тебя ж заслали, да? Потеев? Ну, говори, сучка, башку снесу. Вероника зажмурилась и опустила голову. В пунктирной линии наметился ей дальнейший ход событий, заряд крупной дроби летит ей в лицо, запаха пороховой гари она не успеет почувствовать или успеет. И куда метнется ее испуганная душа к холодному берегу? Но выстрела не было, не было. Она открыла глаза и увидела собственные ноги. Черные махровые носочки были густо, облеплены серым речным песком, песок набился в отвороты на джинсах. И когда она наконец смогла поднять голову, увидела ружье на полу, Лапутин, привалившись к косяку, медленно сползает на пол, держится за виски и шепчет что-то без голоса одними губами. Огонь! Огнем горит! Да что же это? Огонь в голове! Он упал без сознания. И следующий час Вероника потратила на то, чтобы дотащить тяжелое пьяное тело до гостиной и кое-как взвалить на топчан. Она потеряла чувство времени, все часы в доме загадочным образом остановились, а за окнами зависла серо-кисельная мгла. То ли вечер там был, то ли утро. Отыскала аптечку, припрятала к себе в шкаф ружье, терла Лапутину виски нашатырем, брызгала в лицо водой, вспоминала, чему учили в университете на занятиях по медицине, но вспоминалась только повязка шапка летчика, которая вряд ли бы сейчас пригодилась. А в аптечке был только нашатырь йод, валидол и анальгин. Да, и бинты для шапки летчика. А Ярослав Алексеевич не приходил в себя, но дышал, хрипло, тяжело, манхак не помешает тебе больше. Он отправился в странстве. Вот уж спасибо тебе, жрица, прошептала Вероника, обмякнув в кресле. Может быть, ты спасла мне жизнь, но я теперь осталась одна, совсем одна, в лесу, в снегу. ты должна идти. Голос прозвучал прямо в ее голове, но лимит страха и удивления Вероника уже исчерпала. Ты должна идти, я покажу тебе дорогу. Этот дом скоро погибнет в животворящем огне Эйя. Ничего не бойся, иди и найди талисман. Найди, иначе ты умрешь. Безумие, овладевшее Вероникой, было на редкость конструктивным и целесообразным. Она нацепила на себя все самое теплое и легкое, взяла в кладовой лыжи, неплохие лыжи, только старые и не смазанные. Наплевать, она все равно почти не умеет на них ходить. Собрала в рюкзачок незначительные походные припасы, фонарик, батарейки, радио, спички. Прихватила плоскую бутылочку виски, пару ломтей копченой колбасы, шоколад. Поколебавшись, взяла зачем-то нашатырь и анальгин из аптечки и, наконец, сунула в карман куртки мобильный телефон Лапутина. «Простите меня», сказала она ему, лежащему без сознания. «Я пришлю помощь, обещаю. У манхагов нет сердца, нет дыхания, но совесть не позволяет нам забыть и оставить человека беспомощным, даже если он манхаг». Серокисельный свет за окном оказался все же рассветом, и вот теперь наступил день, тоже бледно-немощный. Вероника отправилась в путь подальше от холодного берега. Через час после ее ухода из камина на пол выпал уголек. Камин прогорел, углей в нем не было, и откуда он взялся, маленький, холодным синим светом отливающий неизвестно. Тем более странно, что сыроватый пол вспыхнул и загорелся, как папиросная бумага. Марьяшкины хорумы сгорели дотла за несколько часов. Даже снег вокруг дома горел. Люди, которые придут сюда через пару дней, обнаружат только каменный закопченный фундамент и никаких следов Ярослава Алексея Челопутина, строителя-депутата. Ни живого, ни мертвого его не нашли во всей округе. Вероника никогда не узнала об этом, а ведь только она могла бы сказать, что случилось с Манхагом. Огненная жертва богиня Эйя принесена. Он не сгорел, не сгинул, он был живьем взят на холодный берег и теперь будет ждать своего спасителя. Быть может, напрасно. Глава двадцать девятая. Последний телефонный разговор многое переменил в душе Алексея. Краткий разговор, зародыш полноценной беседы, но как же много сказал ему прерывающийся от волнения несчастный голос Веры. Ради того, чтобы утешить обладательницу этого голоса, хотелось лететь за тридевять земель, поцелуями осушить ее слезы, подхватить на руки и унести, далеко-далеко открыть от боли и разочарований. Но нельзя. Нельзя. Впервые он почувствовал то, что в медицине называется раздвоением личности. Один быков, преуспевающий швейцарский бизнесмен, импозантный мужчина, немного за тридцать, твердо намеревался жениться на своей рожеволосой красавице-невесте. Приводил знакомые уже резоны, она будет прекрасной женой, с ней приятно показаться на люди, в конце концов, такова воля покойного отца. Быть может, последний аргумент несколько старомодно сентиментален, но факты вещь упрямая. Другой быков, одинокий, полноватый, лысеющий, замкнутый, почти скоро уже сорокалетний, мучительно тосковал, по простому человеческому теплу, по близкой и далекой девушке вере. А, собственно, почему нельзя, говорил Алексей сам себе, расхаживая по спальне своего швейцарского дома, почему? Не разорваться ж моей душе, не треснуть по швам. Исполнить отцовское завещание смешно. С тех пор, как он встретил мать Вероники, кстати, ее тоже звали Верой, не знак ли это? Он жил с мамой по обязанности, по долгу, и я собираюсь жениться по долгу, но ведь он хотел, чтобы по любви, по любви, и я хочу того же, тогда зачем? В бескровном, но жестоком сражении импозантный бизнесмен победил. Вероника была официально приглашена в гости, неофициально приглашена замуж. Тут уж вылез одинокий Быков, напрямую о свадьбе сказано не было. Партизанская вылазка оказалась успешной. Превосходящие силы противника были сломлены, и встречая невесту в аэропорту, Алексей уже знал, он не сможет жениться на этой девушке. Испортит жизнь и себе, и ей. Зачем это надо? Жениться ради внешнего благополучия это отвратительно. Она красивая, не глупая, должно быть славный человечек, но не тянет к ней, она ему безразлична. И отец бы понял его. Но у Вероники были свои планы. Это Алексей понял, как только увидел ее в аэропорту. Она выглядела очень взволнованной, возбужденной и счастливой. Обхватила его за шею, прильнула всем телом, стала быстро целовать в лицо, смеясь мелким, как от щекотки смехом. Он, смущенно, что-то бормоча, пытался стряхнуть девушку, но та прилипла, как пиявка. Всю дорогу мешала везти машину, лезла с поцелуями, обнимала за шею, взахлеб делилась путевыми впечатлениями и вообще казалась непохожей на себя, прежнюю, весьма сдержанную особу. Это Алексей заметил вслух. Я просто очень боюсь летать. Вся извелась и соскучилась по тебе. Но теперь мы больше никогда не расстанемся, правда? Она спешила, лихорадочно спешила, чувствуя, что он уходит, ускользает, и все эти сложные кульбиты были зря. Зря она распоряжалась судьбой дурочки Солодковой и судьбой своего отца. Зря тряслась во время проверки документов, врала, подличила, предавала, зря, зря, зря. Не давай ему сорваться с крючка, говори, забалтывай, зацеловывай, пусть почувствует твою близость, пусть одуреет, потеряет голову. От волнения она натворила много глупостей, навредила своему имиджу достойно сдержанной девицы нервными поцелуями у всех на виду. Это стоило сделать дома, но дома, когда он показывал ей апартаменты, ее угораздило совершить очередной ляп. Дом большой, красивый, но отделан и обставлен по-дурацки. При таких деньгах можно позволить себе роскошь, верно? А этот уволень оформил дизайн в духе японского минимализма и доволен. Много света и пустоты, мебель скучная, строгая, стены везде однотонные, полы не блестят. Он говорит, беленый дуб смотрит со значением. А нам-то что? Дуб не дуб, доски, как в деревне. А в Эрмитаже, где новоявленные Вероники сладковые привели вкус к настоящей роскоши. Паркет тоже дубовый, но покрыт лаком и как блестит. На стенах кварцевая краска, когда на нее падает луч солнца, происходит естественная процедура кварцевания, очень полезно. Все же он зануда. Ну, ничего, после свадьбы мы все здесь переменим. Хочет Японию, будет ему Япония, но с хризантемами, сакурой, кимоно, и чтобы было много красного и золотого. Это твоя комната, Алексей открыл дверь. Ты можешь отдохнуть, принять душ, переодеться. Через три часа будет ужин. Вот как. Торжественная трапеза. Надеюсь, что торжественная... Ну, голубчик, если уж я сюда попала, никуда не уеду. Сяду прочно. Ты не представляешь, какой сюрприз ждет тебя к ужину. Подвенечное платье. Анжелика Тятькина, она же Саша Геллер, она же Вероника Солодкова, купила его у провинциального антиквара, давшего объявление в газету ввиду своего бедственного положения. Кружевной корсаж, старинный, древнее кружево цвета слоновой кости стоило бешеных денег. Деньги Аля, бесстрашно изъяло из папашиной заначки, давно посмотрела код маленького сейфа. Примеряя платье, вспомнила Солодкову, как та стояла у зеркала в манеже, как громоздко выглядела в дешевом безвкусном платье. Темной радостью переполнилась грудь, затянутая в кружева изысканного подвенечного туалета. В нем она и спустится к обеду. Быков все поймет и тут же сделает ей предложение руки и сердца по всем правилам. Интересно, припас он колечко. И когда Аля стала в дверном проеме, изящной сербской статуэткой, хрупкой фарфоровой невестой в старинных кружевах, он чуть сознание не потерял. Пусть стол за его спиной не выглядел накрытым для романтического ужина для двоих при свечах, и пусть он ни разу не поцеловал ее, пусть счастье это чужое, краденное, но удача всегда на стороне сильного, и она сорвет банк. Пусть это будет нашей помолвкой, прошептала Анжелика Вероника, обдавая нареченного светом своих порочных прекрасных глаз, спрятанных за голубыми линзами. «Смотри, вот она, половина кольца. А где твоя? Нам нужно только соединить их». Ее голос дрожал и прерывался, сердце ухало в черную бездну, наполненную извивающимися тварями. А Быков молчал, все молчал и смотрел на нее, и неизвестно, чем бы разрешилось это молчание, если бы у него вдруг не запиликал телефон. «Извини, да». Он долго слушал, двигал бровями. «Да, она здесь сегодня прилетела». И потом протянул мобильник ей. «Вероника, это...» «Это твой отец, он обеспокоен, кажется». «Ты что, не сказала ему, где находишься?» Она недоуменно пожала плечами. Несмотря на все труды и старания, ей не удалось врасти и вжиться в Солодкову. Анжелике примерещился родной ее папенька, неудачливый депутат-реставратор Лапутин. Но как он мог звонить, если по идее должен торчать с Верой в Марьяшкиных хоромах? Откуда у него этот номер? «Привет, папуля, как дела?» «Сердишься, что я вот так уехала?» прощебетала она и виновата улыбнулась стоявшему рядом Алексею. «Ах, я виновата, я была сердита на папу и не сказала ему, куда и к кому уезжаю. Он так волновался». «Кто вы?» сказал ей в ухо очень близко мужской голос. Да так, что у нее по спине сразу побежала струйка холодного пота, а лицо исказилось. «Вы не моя дочь, позвольте...» Она не успела ничего сказать. Алексей твердо взял у нее трубку, вытащил телефон из бледных окостеневших пальцев. «Юрий Иванович, в чем дело?» Она не слышала дальнейшего разговора. Повернулась, свистнув юбкой по полу из беленого дуба и быстро бежала по лестнице наверх, и когда Алексей, потерянный, оглушенный, закончил разговор, Анжелики тядькиной уже не было в его доме. Только на кустике шиповника растущего у входа белел лоскуток органзы, словно колючий страж пытался удержать лгунью. Самые великие аферисты горели на мелочах. Анжелике тядькиной и в голову не могло прийти, что Юрий Иванович Мурашов, встревоженный странными вестями, решит навестить свою дочь. Дома он, как и следовало ожидать, никого не застал, походил по комнатам, вдыхая холодный нежилой запах. Все же, несмотря на супружеские радости с молодой женой, он тосковал по дочерям и по Веронике больше, чем по Виктории. У Вики все в порядке, она счастлива в своем немецком идиллическом гнездышке, а Вера обозленная, замкнутая, такая отважная и беспомощная. Она-то как? Неужели в самом деле отправилась неизвестно куда? Неизвестно с кем. Он проверил автоответчик. Одно сообщение касалось какой-то работы. Веронике Юрьевне сообщалось, что по результатам теста она может быть принята на работу и предлагалась прийти по какому-то адресу. Другие два были менее официального толка. Жалобный голос, явно принадлежащий молодому человеку. Вера, это Даниил. Я знаю, ты не хочешь со мной говорить, не доверяешь мне, и ты права. Я очень виноват перед тобой, даже больше, чем ты думаешь. Но послушай, не доверяй Саше, Геллер. Знаю, ты считаешь ее своей подругой, поверь мне, она не желает тебе добра. Если захочешь узнать подробности, перезвони мне. Юрий Иванович вздохнул. Интриги, интриги. Не иначе этот обладатель жалобного голоса изменил Веронике с ее подружкой, а теперь хочет себя выгородить. Скорее всего, к пропаже дочери это сообщение отношений не имеет. Такс, а что тут еще у нас есть? Сообщений больше не было, зато Юрий Иванович выяснил, что Вероника в последний день своего пребывания дома несколько раз звонила на один и тот же номер. Быть может, стоит набрать его, извиниться, объяснить ситуацию. Так он и поступил. А пока держался за голову, пытаясь разобраться в ситуации, зазвонил его собственный мобильник, и на этот раз в трубке зазвучал несомненный, подлинный, слабый, плаксивый голос Вероники. «Папа, где ты? тебе нужна помощь? Очень, папочка. Вера, постарайся не плакать и связно объяснить мне, где ты находишься. Я в больнице. Город Сердобск, районная больница, у меня, кажется, руки отморожены, и мне так плохо. Я все время шла. Она шла и шла и шла из всего, что было, что могло быть в мире, Вера помнила только одно, нужно идти. Хотя через два часа сломалась одна лыжа, а вторую пришлось выбросить за ненадобностью. По пояс в снегу, хрипя и задыхаясь, отмахиваясь от серых мороков, преследовавших ее неотступно, она шла и к концу дня перестала воспринимать реальность окончательно. Организм мобилизовал свои ресурсы на то, чтобы двигаться вперед, думать, надеяться, плакать и отчаиваться не осталось сил. Она видела костры, горящие в снегу, но тепло не шло от пламени, а у костров сидели люди, чужие и смутно знакомые. Она замедляла шаг, не в силах отвести глаз от огня, и люди жестами звали ее присесть, но она знала, садиться нельзя. Уснет и замерзнет, а эти существа, кем бы они ни были, не смогут ей помочь. Это только тени с холодного берега. Холодный берег есть, он существует не только в ее воображении, и живут на нем непрекаянные души. Быть может, Вере суждено стать одной из них, но пока еще есть силы, она будет идти. Потеряв счет времени, не зная направления, просто идти, как просила ее жрица неизвестной богиня Эйе. Так было до тех пор, пока в серых сумерках Вера не выбилось из сил, и тогда впереди снова вспыхнул холодный костер. Но около него стояла одна только тень. Тень сделала шаг навстречу Вере. Мама, ты идешь. Это правильно, ты должна идти. Это я знаю, мама, но не знаю, куда мне идти. Вода поможет тебе, Вероника, помни о воде. Почему вы все говорите загадками? Почему нельзя сказать ясно? Это часть заклятия. Помоги мне, Вероника. Помоги нам всем и себе. Главное себе. Морок растаял меж стволов сосен. Вероника огляделась и увидела река. Неширокая река, хорошо видная с горы, катила свои волны метрах в пятидесяти от нее. Нужно только забрать немного вправо, спуститься, и спасительная вода будет рядом. Вера давно потеряла свой мешок с припасами и перчатки тоже. Она знала, стоит ей еще ненадолго остаться в лесу, и она погибнет. Но может быть, возле воды и в самом деле ее ждет спасение. То, что Вера приняла за реку, было на самом деле обычной асфальтовой дорогой, но этого она не успела осознать, выбравшись из леса, потеряла сознание на обочине. Через полчаса ее подобрал грузовик. Сердобольный шофер с редким старинным именем Аким, привезший девушку в больницу, уверял, что ни за что не заметил бы ее в придорожной канаве, если бы не галлюцинация. Ему не спавшему ночь показалось вдруг, что дорога обратилась быстрой рекой, и он уже не едет, а плывет по ней, наверное, в Захаре. Так дальнобойщик называл свою фуру. Испугавшись дурацкого сна, Аким дал по тормозам и заметил на обочине ярко-желтую куртку. Душа человек, он не только привез девчонку в приемный покой районной больницы и поднял на ноги всех врачей, выслушал их прогнозы, довольно, впрочем, оптимистичные, но и дождался, когда Вероника придет в себя. Стоял рядом, пока она звонила отцу, оставил денег и уехал. Вера больше никогда не видела Акима, и следов его не нашлось на запутанных российских дорогах, но костистое суровое лицо его с тяжелым подбородком она вспоминала всю жизнь, и оно казалось ей очень красивым, очень добрым. Глава тридцатая А потом Вероника с Алексеем поженились и были счастливы всю жизнь, пока не умерли в один день. Похоже на правду. Конечно, нет. Никто не может быть счастлив всю жизнь, если он не сумасшедший. Разумеется, сразу после того, как первые любовные восторги утихли, Вера стала пытать мужа и выспрашивать у него, как он мог связаться с этой, и не находит ли он эту красивей и сексуальней, ее Вера. И Алексей сначала смеялся, но потом рассердился не на шутку и строго-настрого приказал жене больше про эту не вспоминать, если хочет мира во всем мире и в отдельно взятой семье. Разумеется, они, как и все, ссорились и порой засыпали спиной друг к другу, и Веронике, как ни странно, совершенно не понравился дизайн швейцарского поместья, а сама Вероника не понравилась свекрови, которая в честь радостного события вышла из клиники раньше обычного срока. Впрочем, дом вскоре декорировали заново, а Анну Вадимовну примирилась с невесткой рождения внука ровно через девять месяцев после свадьбы. Пожилая дама забыла о зеленом зме, а ведь сколько средств и сил было вложено, чтобы излечить ее от алкоголизма. Счастливая бабушка принялась вдохновенно заниматься маленьким Петькой. Она искренне полагала, что никто, кроме нее, не сможет правильно ухаживать за младенцев, что, в свою очередь, вызвало волну семейных сцен. Когда же все улеглось, когда закончились все дрязги, и семейство Быковых, казалось, вступило в самую благополучную пору своей жизни, стряслась новая неприятность. Петька уже был трехлетним, толстощеким, очень серьезным и самостоятельным парнем, когда Вероника стала посещать художественную школу, чтобы не погрязнуть в домашнем быту и завести себе новых друзей. Ее прозрачные, отрешенно красивые акварели хвалили профессионалы. И она была бы полностью счастлива, но как-то, возвращаясь домой, она остановилась у заправки и увидела, быть может, зрение подвело начинающую художницу, но беспокойно заворочавшееся сердце обмануть не могло. В прозрачном аквариуме придорожного кафе вспыхнуло бледное пламя рыжих волос. И знакомое лицо медленно повернулось в сторону Вероникиной машины, и тогда она рывком тронулась с места, невзирая на возмущенные вопли служителя заправки. Могла бы попасть в автокатастрофу, все стояли перед глазами те фотографии, где рядом с мамой стоит не она, Вероника, а та другая. Куприянов их принес, в ногах валялся, каялся. Его-то Вероника простила. Нет, лучше не думать, не вспоминать. С тех пор Вера Вероника художество забросила, по той дороге ездить отказывалась и вообще начала вести себя странно. С акварели перешла на графику и в ломанных трагических рисунках Алексей то и дело узнавал черты той подменной Вероники. А порой появлялась и вовсе страшная и необъяснимая босая беременная в лохмотьях цыганка с лицом разгневанной фурии. И Вероника стала плакать по ночам, плакать и говорить страшные вещи. У Манхагов нет ни души, ни сердца, убить Манхага не преступление. Огонь богини Эйе очистит мир. Вероятно, Веронике пришлось бы завести близкое знакомство с психиатрами, но освобождение пришло без вмешательства медицины. Решив, что жене нужно сменить обстановку и развеяться, Алексей повез все семейство на французскую ривьеру. Там Вероника и потеряла кольцо. Заветное кольцо, спаянное заново и спаявшее навеки двух предназначенных друг другу. Было оно ей чуть велико, но она не давала его сжимать, берегла. А тут забылась, заигралась с сыном в лазурных хохочущих волнах, и кольцо соскользнуло, должно быть, с пальца. Пропажа обнаружилась вечером. Вопреки ожиданиям мужа и свекрови, Вера не убивалась по кольцу. Напротив, ей показалось, что без него и руке ее и сердцу стало легче. Там же на Ривьере она догадалась о том, что снова беременна, и в Швейцарии врачи подтвердили ее блаженное предчувствие. На этот раз родились двойняшки-сестренки, а к их рождению приехал из России отец. Приехала Вика с мужем и сыном, малолетним бандитом, говорящим на дикой смеси русского и немецкого, не расстающимся с футбольным мячом. Праздничный обед удался, а Вероника только вздыхала, украдко осматривая свою располневшую фигурку. Опять диета на смарку, это ужасно. Только чуть похудела, и вот снова как слоненок. Викуль, а ты почему не располняла после родов? Диета, да? Да нет никакой диеты, помотала головой сестра, беззаботно уминая кусок шоколадно-грушевого торта. Это наследственность, Веруш. Я в маму пошла, а ты в бабушку, Веронику Андреевну. Недаром ты на нее так похожа. Да, в бабушку. Вера задумалась, и в эту секунду необычайно ярко, в первый и последний раз в жизни увидела она отчего-то перед собой побережье Ривьеры. Веселая, темнокудрая девушка. Мэри, Мари, Маша нашла в воде настоящую драгоценность. Несомненно, золотое кольцо лежало на узкой прозрачной ладошке, и его рассматривал молодой человек, сложенный как Аполлон. Оно старинное, ты видишь? Это будет наше колечко. И смотри, что я еще заметила. Два шовчика. Знаешь, что я поняла? Это кольцо разрезали надвое, а потом снова запаивали. Хочешь, мы тоже так сделаем? А когда встретимся, соединим его, а мы встретимся? Если захочешь, я захочу. Веруш, ты о чем задумалась? И загрустила, жалеешь, что бабуля не смогла приехать? Ох, извините, задумалась. Да, жаль, пап, что ты ее не уговорил. Уговоришь ее, пробормотал Юрий Иванович, спуская с колен Петьку. Упрямая, как. Говорит, старая, не доеду. Да что это я? Она же тебе письмо прислала в подарок. Какой подарок? Не знаю, сама увидишь. Юрий Иванович вручил дочери довольно большой, но легкий пакет и письмо. В письме были обычные поцелуи, приветы, совет непременно назвать новорожденных Наденькой и Любочкой самые лучшие имена. И приписка в торопях карандашом. Ее Вероника прочитала вслух. Верочка, посылаю тебе подарок, какого ни в одной загранице ни за какие деньги не купишь. Я знаю, ты любишь, чтобы ножки в тепле были. Что там заинтересовался Алексей? Из плотняного аккуратного мешочка Вера вытряхнула пару валенок. Они уютно устроились на ковре, словно котят. Вот это бабуля расстаралась, вот это подарок, засмеялась Вероника, и все засмеялись. Они смеялись так, словно в мире нет, и никогда не было ни горя, ни зла. Конец книги. Май 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева. Ирина Воробьева. . Ирина Воробьева. Как?